Майнкрафт, но строй любые вещи, ты их получаешь! Сегодня у нас добавлен в игру новый игровой режим, режим строительства. И при помощи этого мы сможем строить абсолютно любые предметы на свой вкус, которые в конце станут живыми и обретут свои уникальные суперспособности. Мы будем строить бесконечный арбуз, пещерного человека и... А что если построить что-нибудь из бедрока? Смотрите до конца, чтобы узнать. И приятного просмотра! Привет, друзья, Фикса, и прежде чем мы с вами начнём, от всего сердца искренне попрошу тебя поставить лайк на это видео. Я знаю, вы иногда забываете это сделать, но это безумно важно! Раааа, скелет отстанет меня! Если вы поставите на это видео хотя бы один лайк, я буду вам безумно благодарен. А также у меня есть небольшая проблема. Уже три месяца я не могу добить 10 миллионов подписчиков на канале. На меня сейчас не подписано 60% людей, которые смотрят мои видео. И если ты ходишь в их число и до сих пор не подписан, то, пожалуйста, подпишись на канал. Помоги мне исполнить мою заветную мечту 10 миллионов подписчиков. Спасибо тебе огромное, а мы начинаем. Ох, как же замечательно, что в этом видео нам не придётся ничего добывать, потому что нам придётся всё дело строить. У меня есть предмет, который называется телепорт строительства. И когда мы в него телепортируемся, мы появимся возле вот такой вот платформы, на которую если вступим, наш режим поменяется на режим строительства. У нас теперь с вами есть креатив, с которого я не могу брать предметы, но зато могу брать любые блоки. И, соответственно, строить всё, что я захочу. Допустим, я могу поставить вот такую вот землю здесь, потом выйти из режима строительства, и у меня будет предмет из трёх травы. Что я с этим буду делать, если честно, не знаю. Но я хочу построить что-нибудь мега грандиозное. Всё-таки мы с вами будем делать предметы для того, чтобы их использовать в Майнкрафте. Например, мне очень сильно надоели обычные там алмазные кирки. Ну, железные и всё остальное. Ими очень долго всё это дело добывается, поэтому почему бы нам не создать что-нибудь уникальное, что будет разрушать напрочь любые шахты. Что же, давайте попробуем что-нибудь интересненькое построить. Итак, я взял себе вот такой вот инструментарий. Попробуем что-нибудь придумать из этого. Сделаем с вами какую-нибудь шахтёрскую пушку, а с того я буду делать из полированного эндозита. Дальше у нас будет верхняя стволовая часть. Будем делать её из железа, чтобы наша пушка была крепкой. А курок у нас будет вот такой вот забор, почему бы и нет. И вот такой вот дуло, как у всяких игрушечных игрушек. А нижнюю часть сделаем прям супер крепкой из алмазных блоков. Слушайте, ну уже вроде бы что-то получается интересненькое. Сердцевину всего этого дела будем делать из глоустоуна. Как будто бы этот глоустоун будет заряжать нашу пушку. И всё это красивенько заделаем фиолетовым стеклом. Чтобы всё было футуристично. Теперь я немножко это всё дело разнообразил. И вы только гляньте, что у меня получилось. Господи, я уже хочу увидеть это, как это будет выглядеть в игре. Я надеюсь, что всё сработает. Всё, можем выходить из режима строительства. Назовим вот эту пушку как-нибудь майнер кенон. Ну почему бы и нет? Так, чё-то сработало. Меня телепортируют обратно. Идея постройки принята. Игровой режим изменён на режим выживания. И я уже вижу эту пушку у себя в инвентаре. Офигеть, что? Вы только посмотрите на неё. Она вылет один в один, как я её построил. Причём она отразилась с другой стороны и ровно так же. И давайте гоним теперь на что она способна. Итак, первая у нас, скажись... Стоп, погодите, реально. О, офигеть. Почему я сказал первая? Потому что у меня написано блок горного выстрела. И эта штука меняется. То есть у этой пушки есть несколько режимов. Вот это мы с вами настроили. Итак, блок горного выстрела. Смотрим, что это. Выстреливает, получается, различными блоками. О, я сейчас выстрелил обсидианом. Теперь доской. Теперь просто ступенькой. Взрыв, конечно, не колоссальный. Но в целом прорубаться в шахты можно. А вот что насчёт бедрок буровой взрыв? Звучит на самом деле немножко по-индийски. Но в целом эпично. Набор каких-то слов. Давайте посмотрим, что это. Офигеть. Теперь я понял, что за бедрок буровой взрыв. Офигеть. Эта пушка выпускает какой-то бедрок, который прорубает всё на своём пути. Конечно, у этой штучки есть небольшие проблемы. Она не дропает никакие предметы. Хотя нет, стоп, погодите. Она не дропает бесполезные ресурсы. Она дропает только руды. Не может быть. Как же это круто. Инвентарь не захламляется. И у нас с вами только полезные ресурсы. Это очень круто. Я просто пробежался сейчас. И у меня 13 железа и 30 угля. В целом, мете больше всего. На удивление. И как далеко она стреляет вообще? Как будто бы до самого бедрока. Опачки, алмазики. Добудутся ли они, или интересно? Да, они добываются. Супер. 5 алмазов. Как же это круто. О-о-о-о-о-о. Оно прорубило бедрок. Не, пожалуй, я туда не буду спускаться. Итак, у меня заканчивается еда. И мне это совершенно не нравится. Поэтому отправляемся в режим строительства. Я прямо сейчас хочу себе что-нибудь такое построить, что он будет давать мне бесконечный голод. Ого, блоки разлетелись. Офигеть. Так, вот это вот мы с вами всё уберём, чтобы не потерялось. Давайте построим с вами самую доступную еду в Майнкрафте. Это арбуз. Арбузов всегда очень много. А раз у нас будут способности у предметов, то мне кажется, арбуз будет просто имбой. Я думаю, нам понадобится тёмный бетон, какая-нибудь зелёная шерсть, хотя можно лаймовую взять, почему бы и нет. Возьмём вот такую вот керамику. Всё, я думаю, нам этого будет достаточно. Ну что же, теперь настало время всё это дело строить. Начнём, как обычно, с основы. Вот такая вот основа у нас уже получается. Ну, как будто бы на кожуру арбуза похоже. Кстати говоря, красно-сухой бетон очень сильно похож на мякоть арбуза. Строить, конечно, при помощи него тяжело, но в целом очень круто. Слушайте, я думал, что арбуз будет очень легко строить, но пока что получилось достаточно тяжеловато. Я тут намудрил всякое, поэтому перестраиваю. Но в целом, в целом, уже более-менее похоже, что это арбуз. Или нет? Ох, ну что же, раз, два, три. Та-дам! Ха-ха! У меня получилось! У меня получилось сделать настоящий арбуз! Господи, как же это круто! Ребят, вот как будто бы в битве строители участвуют, ей-богу! Всё, убираем теперь это всё и больше не берём эти блоки. Арбуз это было очень тяжело. Назовём это Watermelon. Так по-английски будет арбуз, почему бы и нет. У нас у каждого блока будет своё творение, своё название творения. Так, режимы теперь выживания. И нам дали размельчитель арбуза. Ох, вы посмотрите на это! Господи, это же, это же ровно то, что я построил! Так, я не понял, кто-то меня отвлекает. Ты моей шахтёрской пушки не видал, что ли, а? О, надо другой режим выбрать. О, вот теперь другое дело. Э-э, возвращаемся к арбузу. О, спатье, боже мой. Все блоги, которые я использовал, вот они, они здесь. Тот самый арбуз, который мы с вами построили. Так, и как эта штука работает теперь, интересно? Я же повышу себе голод. Ой, о боже, что происходит? Где я? Не понял? Погодите, что? Я только что одним кликом построил этот арбуз. И теперь этот арбуз бесконечно даёт мне другие арбузы. Ха-ха-ха. И каждый раз, когда я иду, подо мной спавнится арбуз. И это ещё не всё, смотрите, что я заметил. Я могу съедать эти блоки. То есть, вот он арбуз, который я построил в Майнкрафте. Который, на самом деле, состоит из блоков. И я эти блоки, ребята, могу есть. Вы когда-нибудь такое видели где-нибудь? Это же просто фантастика. Если вы на спорте поставили лайк, то, пожалуйста, поставьте его. Это просто восхитительно. Я реально могу съесть каждый кусочек этого арбуза. Я могу даже косточку съесть. Вот косточка, это было лишнее. Теперь у меня арбуз в животе вырастет. Так, всё. У меня теперь очень много арбуза. Всё, бежим отсюда. Так, ребят, я выбрался наружу. Эм, да, подо мной до сих пор ставятся все эти арбузы. Ну да ладно. Эй, идите отсюда. Я хочу сейчас распавнить этот арбуз где-нибудь на горе. Вот настолько он величавый. Вот настолько он огромный. Величественный арбуз. Подходим и кушаем. Ха-ха-ха. О, мне это нравится. Мне это реально нравится. Но мне не нравится, что здесь повсюду мобы эти. Отстаньте от меня, я хочу жить. А, забыл ещё сказать. Нам даётся сила, регенерация и насыщенность. Это получается, что я с руки наношу 5 урона? Ха-ха, с ума сойти. Съешь моего арбуза, спайдермен. А раз нам с вами надоели мобы, что нужно делать правильно? Переходить в режим строительства и строить что-нибудь, что поможет нам против мобов. Например, я хочу сделать молот, который будет их расплющивать. Если это, конечно, получится. Самый гигантский молот из бедрока, который вообще возможен. Ох, надеюсь, у меня получится. Пожалуйста, пожелайте мне удачи. Нам нужен бедрок, получается. Ребят, вот знаете, ещё немножко. И вот мне все админы на сервере будут выдавать админку. Потому что я архитектор, как говорится. Да, админ, дай админку, я архитектор. По-другому никак, шедевры строю. Я думаю, что молот это будет самое вообще простое, что мы можем с вами построить. Вот такой вот у нас будет ствол. Здесь, например, добавим ещё какие-нибудь подкрепления, чтобы это не выглядело, ну, как просто кусок какого-то непонятного. И основу, конечно же, из бедрока. И нужно добавить какую-нибудь магическую силу нашему молоту. Пускай это будет красные стёкла. Не знаю, что это означает, но надеюсь, что-нибудь жёсткое. А? А? Какая красотища получается. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, я у мамы молодец. Сто процентов теперь на завтрак не буду есть кашу после такого. Но вообще каша вкусная, главное, чтобы без комочков, правильно? Правильно. И не забываем заделать пол, чтобы у нас этот молот не распался. Добавим ещё немножко декора. И думаю, где-нибудь вот здесь вот снизу тоже. И в целом, в целом, ребятушки, так неплохо вообще получается. Вот такое вот обрамление сделаем, чтобы у нас эта вся верхушка держалась. А то, бедрок, дело такое. Ой-ёй-ёй-ёй, какая красотища. Надеюсь, что у нас всё получится. Я прям скрестил все свои пальцы. Но вроде бы неплохо же построил. Назовем это гигантским молотком, что в переводе на английский будет Giant Hammer. Giant Hammer. Так, пожалуйста, 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 пожалуйста. Так, ага, режим выживания. Ааа, ты что тут делаешь? Да, получилось! Я не верю своим глазам, я просто не верю своим глазам. Вы посмотрите, это же один в один копия того, что я построил. Ха-ха-ха-ха. С ума сойти! Как это возможно? Я это только что построил, и теперь держу это в руках. Это невероятно, это просто невероятно, ребят. Так, на что способен теперь этот молот? О, не понял. Простите, пожалуйста, курица, я не знал, на что этот молот способен. Окей, вокруг нас крутятся миллиарды молотов и разрушают всё на своём пути. Хорошо. О, нет, я начал есть этот арбуз, только не это. А теперь посмотрим, что он делал со злыми мобами, потому что ради этого мы как раз-таки строили этот молот. Давай-ка, крипер, подойди-ка сюда и... Ха-ха-ха-ха-ха. Вы помните, что я играл в начале? Я хочу, чтобы при помощи молота они были сплющены. И, ребят, вот что получилось. Теперь этот крипер сплющенный. И смотрите, как же мало он теперь взрывает. Всё потому, что он бесполезный. Так, интересно, а что будет с другими мобами? Я подождал, когда наступит ночь, и... Зомбари... Идите сюда! О, да! Ха-ха-ха! Какие вы маленькие теперь! Ребят, это очень круто. Это реально то, что я и хотел. Ребят, напоминаю, что если вы до сих пор не подписались, то почему? Но это же супер круто и интересно! Да, зомби? Да, крипер! Я хочу найти скелета. Моб, которого я вообще ненавижу. Опачки, здравствуйте, до свидания! Ха-ха! Предмет это, конечно, круто, но что насчёт структур? Что если мы с вами попробуем построить какую-нибудь структуру? Например, пирамиду Хеопса. Погнали, попробуем. Режим строительства, спасибо! Знаете, суперогромную мы с вами строить не будем всё-таки. Иначе ролик затянется на 5000 лет, пока я всё это буду строить. Основание нас будет из 11 блоков, думаю. И с каждым разом она всё будет сужаться. Ну, как обычная пирамида. Почему вот в Региптяне решили строить эти пирамиды? Почему не цилиндры? Или октаэдры? Октаэдр тоже вроде неплохая фигура. А здесь посередине попробуем сделать какой-нибудь красивый проход. Вот так вот двери. И здесь всё это дело... А, нет, стоп. Двери подальше. Вот так, да. Оп, оп. Ну всё готово. Ну всё. Ну пирамида. Ну разве не пирамида? Ну пирамида же самая настоящая. Будет забавно, если мы сейчас получим эту пирамиду, а в ней будет, ну, то же самое. То есть ничего. И зачем, спрашивается, мы это с вами строили? Непонятно. Ну, так и назовём пирамида. Почему бы и нет? Ох, глянем, глянем. Режим выживания. Давайте, давайте, давайте мою пирамиду. Да, священная пирамида нам далась. И да, она выглядит прям, ну, идентичная копия. Погодите, там реально внутри ничего нету? Стоп, 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 серьёзно? Серьёзно? Там ничего нет внутри? Эм, она полая полностью? Хорошо, давайте просто её заспавним и... Так, ну она немножко отличается от того, что мы построили. И что находится внутри? А, куда меня телепортирует? Что? Просто, что это такое? Ребят, куда мы с вами попали? Вот это вот уже не та пирамида, которую я строил. Меня затроллили, меня решили затроллить. Ладно, хорошо, войдём в эту пирамиду и посмотрим, что нам здесь делать. Здесь есть какой-то паркур, который мы сейчас с вами с удовольствием пройдём. Я могу здесь блоки ставить? А-а-а, хорошо. Неприкосновенная пирамида, значит. А-а-а. Продолжаем, продолжаем. На путь истинный сейчас мы с вами выйдем. Я думаю, вам также, как и мне, безумно интересно узнать, что находится в середине. А в середине находится красный блок редстоуна. И спрашивается, для чего он там нужен. Ладно, прыгаем. Чекпоинт? Вы чё, серьёзно? Это пирамида с испытаниями? Эм, а каким образом-то? Ха-ха-ха. Я сделал пирамиду с испытаниями? Слушайте, ну надеюсь, что мы с вами не зря это всё построили, не зря сейчас это всё дело проходим. Если в конце будет какой-нибудь приз, это будет супер замечательно. И вот мы с вами здесь. Ещё один чекпоинт, хорошо. Как вообще система Майнкрафта решила построить вот это вот? Учитывая, что я построил просто пирамиду. И снова чекпоинт, и снова паркур. Господи, да эта пирамида, она бесконечная. И в конце какая-то золотая нажимная плита. Так, нас обратно телепортирует. И чё? Эм, серьёзно? Вы сейчас серьёзно? И никакого приза? Вы чё, сдурели там, что ли? Зачем я это всё дело проходил сейчас? Ладно, ребят, всё, я не понял. Я больше структуры не буду строить. Ты до сих пор живой, что ли? Итак, предметы мы с вами уже создали. Структуры тоже. Что насчёт людей? А, ну я имею ввиду игроков. Ха-ха-ха, поехали попробуем. Что насчёт пещерного человека? Почему бы и нет? А тут есть World Day 1? Да, тут есть World Day 1. Всё это время он здесь был. Прямо сейчас нашему пещерному человеку я делаю что-то вроде бороды. Ой, немножко не туда сместил. Ха-ха. Делаем ему обязательно монобровь. Ай, ну красавец получается, господи. Только руки толстоваты получились. Делаем ему обязательно пресс. И обязательно самый важный элемент. Ну всё. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну красота. Ладно, на самом деле это ужасно. Ой, пещерный человек. Надеюсь, ты получишься. Ей-богу. Ой, я предметы не выкинул. Ааа, они у меня остались. Ну ладно. Пещерный человек получился? А, нет, всё, предмет забрали. Короче говоря, получился у нас пещерный человек, хочу вам сказать. И вот таким вот образом этот красавчик выглядит. Ну вот спина вообще один в один получилась. Хотя это, по сути, то же самое, что я и построил. Ну давайте заспауним его. А, что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы серьёзно, почему я стал этим пещерным человеком? Эм, да. И я как настоящий пещерный человек отлично добываю блоки. Что, они аж разваливаются? Ха-ха-ха. С ума сойти. Что вообще происходит? Я просто всё взрываю на своём пути. Ну и думаю, последнее, что мы с вами построим, это будет девушка. Да, сто процентов. Я бы сказал, что девушка это то самое, что нельзя построить. Поэтому давайте мы с вами так и попробуем сделать. Эм, что?